Здравствуйте, друзья! В эфире канал Нью-Рашборд. С вами я, Юрий Гемельфарб. И сегодня у нас в гостях человек, которого вы знаете и любите. Это замечательный российский журналист, социолог, политик Игорь Александрович Яковенко. Здравствуйте, Игорь Александрович! Здравствуйте! Игорь Александрович, ну вот после заявлений Адама Делимханова о том, что он будет отрезать головы, после того, как его поддержали чеченские силовики, тут обращают на себя внимание два момента. Во-первых, это отстранение Пескова и Путина от этого. Ну, точнее, Путина, конечно. Песков, он только выразитель этих идей. И плюс к этому Кадыров, он в отличие от предыдущих своих достаточно эпатажных заявлений, он не утих, а наоборот продолжает раскручивать это. Ну, в частности, мы с вами все видели вот этот вот 400-тысячный митинг в городе Грозном, где жгли портреты семьи Янгулбаевых. У меня естественный вопрос. Мне кажется ли вам, что, по сути дела, Кадыров выходит из-под контроля? Ну, так, на всякий случай, все-таки насчет 400-тысяч, это, конечно, некоторое преувеличение официальных грозненских источников, хотя народу было очень много, это точно, но просто в самом Грозном там нет 400-тысяч. Так что, если весь Грозный свести, то все равно понятно, что не только из Грозного привозили, это административные ресурсы, это понятно, но это не так важно. Все-таки, конечно, там 400-тысяч не было. Значит, важнее другое. Важнее то, что, во-первых, зачем это нужно? Зачем это понадобилось Кадырову? Значит, прежде чем отвечать на вопрос, не выходит ли это из-под контроля, возникает вопрос, зачем? Зачем брошены такие силы? Зачем, значит, такие заявления? Зачем вот эта вот истерика? Зачем нужно было похищать женщину, тащить ее через полстраны европейской части в Грозный? Устраивать вот весь этот тараран. Дело в том, что Чечня только внешне выглядит с таким спокойным регионом. Потому что то, что произошло после Второй Чеченской войны, там был создан для чеченского общества абсолютно противоестественный режим. Вот падишах, которым называют Кадырова, это вещь абсолютно противоестественная для Чечни. Потому что падишах – это иранское название, это персидское название. В Чечне никогда не было падишахов. Падишахи были в Иране. Падишахи были в Афганистане. Но такого рода монархического персоналистского режима, который сейчас установился в Чечне, такого не было никогда. Это было общество тейповое, это было общество, где, так сказать, уважали старейшин, которое было разделено определенным образом на тейпы. И вот в такой ситуации, когда один тейп подавился, остальные, был установлен, ну, фактически такой вот, ну, почти рабовладельческий режим, когда все чеченцы являются собственниками, вернее, собственностью. То есть, на сегодняшний момент режим Кадырова – это режим, при котором все чеченцы являются собственностью Кадырова, с которым он может делать все, что угодно. И когда эти люди гордые, самостоятельные, каждый из которых воспринимает себя как автономная личность, вот если у вас есть знакомый чеченец, я не понимаю, что там люди других народов, они там в худшую или в лучшую сторону отличаются, но просто для чеченцев очень характерно чувство собственного достоинства, умение, так сказать, каким-то образом отстаивать свою честь и свое достоинство. И вот эти люди, они все оказались в рабстве у одного человека. Вот эта вот культура извинений, которая, так сказать, извиняюсь за выражение, была привита, стала мемом «Не забыл ли вы с утра извиниться перед Кадыровым?» Значит, вот эти вот молодые, молодой чеченский парень, который садится на бутылку демонстративно в знак собственного унижения, это то, что произошло. И это на самом деле не могло произойти безболезненно, без сопротивления. И вот этот телеграм-канал «Один Адат», против которого выстает, и против которого пытается, который пытается раздавить Кадыров, там же количество просмотров в этом телеграм-канале больше, чем чеченцев во всем мире. На самом деле существует очень большая чеченская община за границей, которые, это люди, которые просто сбежали. И это люди, которые представляют собой несколько иной антропологический тип по сравнению с Кадыровым. Вот те люди, которые сегодня, благодаря, так сказать, тому, как именно была закончена Вторая Чеченская война, и какой режим там был установлен, эти люди, ну, вот обратили внимание, Кадыров же с большим трудом говорит по-русски. Да. Он не владеет. Причем, вот люди, которые являются носителями чеченского языка, я с ними тоже разговаривал, он и по-чеченски-то плохо говорит. Он вообще плохо владеет членораздельной речью. Это человек по сравнению там с Дудаевым, с Масхадовым. Те были нормальные советские офицеры, культурные, образованные люди. Этот настоящий дикарь. Настоящий дикарь в самом плохом смысле этого слова. И понятно, что огромное количество людей, и в Чечне просто этнических чеченцев, которые вынуждены были бежать, они никогда не смирятся с властью Кадырова. И существует вот этот телеграм-канал «Один Адат». Еще раз говорю, там, в общем, я не являюсь каким-то там поклонником стиля этого телеграм-канала, но, тем не менее, это канал сопротивления. И это не единственный канал сопротивления. И оно есть. И поэтому Кадыров прекрасно понимает, какая его ждет судьба в том случае, если он не удержит власть. Он борется в том числе за свою жизнь. Отсюда такая истерика. Теперь, что касается неподконтрольности. Возникает вопрос. А есть ли у Путина желание взять под контроль Кадырова? Вот хороший вопрос. Я думаю, что нет. Я думаю, что никакого желания брать под контроль Кадырова нет. Потому что Кадыров – это отморозок, но это полезный отморозок. Он нагоняет страх Божий на какую-то часть населения. Это полезный отморозок, который лично предан Путину, потому что они с Путиным являются сиамскими близнецами. У них две разные головы, одно единое туловище. Они оба вышли из Второй Чеченской войны. Мы все помним, как пришел к власти Путин. Он пришел к власти на крови Второй Чеченской войны. Взрывы домов, мочить в сортире. Вот из этого сортира, где он мочил террористов, он, собственно, и вышел. Вот он вышел из этого сортира. Это вот все его содержимое, это выход из этого сортира. Появление, так сказать, как джин из бутылки, только Путин не из бутылки, а из сортиры вырез. Вот во всех смыслах. Кадыров точно таким же образом вышел. Это порождение Второй Чеченской войны. Он бегал по лесам и горам, убивал, значит, воевал против русских. А потом, в один прекрасный момент, его папа понял, что зачем это делать, лучше, так сказать, перейти на сторону русских и федеральных войск, и уничтожить всех своих оппонентов, и стать во главе с царем горы с помощью русских. Это достаточно прагматичная позиция. И он это сделал. И произошла деградация, очень серьезная деградация чеченских элит. Спускание от уровня советских генералов-офицеров, при всем негативном смысле, который вкладывается в прилагательное советские, тем не менее, это были достаточно культурные люди, образованные культурные люди, которые вот в нашем сейчас разговоре, что Кадыров, что Масхадов могли бы принимать участие, это были бы интересные собеседники. И тот, и другой. Простите, вы оговорились, что Дудаев, наверное, что Масхадов. Да, Дудаев, конечно, я говорю. Что Дудаев, что Масхадов, они были бы участниками нашего разговора. Не просто на равных, они были бы интересными собеседниками сейчас, если были бы живы. Значит, представить себе участником нашего сегодняшнего разговора Кадырова невозможно от слова совсем. Я надеюсь, все с этим согласятся, если бы они просто взяли сейчас и включили какую-то запись с Кадырова. Значит, это совершенно очевидно. Поэтому для Путина эти люди, это полезные идиоты. Во-первых, потому что они являются пугалами. Во-вторых, потому что они действительно создают атмосферу, при которой и журналисты, и правозащитники бегут из страны. Потому что за словами Делимханова об отрезанных головах, это не просто пугалка какого-то там уличного хулигана. А все прекрасно понимают, что он и такие, как он, действительно способны отрезать голову. Они этим ровно и занимались до тех пор, пока не перешли на сторону, так сказать, федералов. И, кстати говоря, продолжали заниматься этим и после того, как перешли на сторону федералов. Поэтому это пугало. И пугало еще в одном смысле, потому что действительно, так сказать, на фоне Кадырова и Делимханова Делимханова Путин представляется, так сказать, ну, вполне таким вот, ну да, ну, кровопийца, но, так сказать, цивилизованный. В конце концов, он новичком травит, а не отрезает головы. Это, можно сказать, такой технологический прорыв. То есть, на фоне Кадырова Путин воспринимается как некая такая вот вполне приличная альтернатива. И в этом еще одна роль таких отморозков, как Кадырова. Поэтому я думаю, что изначальная идея, что Путин не удается контролировать и каким-то образом там взять под контроль Кадырова, я считаю, что она, это сама постановка вопроса не совсем верная, потому что он и не собирается этого делать. Ему это не надо. Его все устраивает. Его устраивает Кадыров как некий отморозок, который, с одной стороны, действительно, периодически делает какие-то вещи, которые пугают журналистов, пугают правозащитников. А с другой стороны, он составляет некоторый фон, на котором сам Путин выглядит вполне цивилизованным человеком, а не людоедом, которым он на самом деле является. Хорошо, но тогда, понимаете, ведь у палки два конца. То есть дело в том, что вот таким поведением Кадыров он демонстрирует как бы, ну и сейчас подберу слово, отсутствие Путина в государстве. То есть получается так, что это выглядит, я не говорил, что так оно есть, но это выглядит как то, что Путин боится Кадырова, что он не может с ним справиться. И это бьет ведь по его авторитету. Вы с ним разве не согласитесь? Я согласен. Вопрос заключается в том, вы абсолютно правы, но вопрос заключается в том, значит, а кто является, значит, субъектом оценки вот этого всего? Кто является потребителем вот этого восприятия? Кто, о ком вы говорите? Когда вы говорите, что это бьет по его авторитету, у меня возникает вопрос, а, так сказать, кто та аудитория, которая создает этот авторитет? Если мы говорим о так называемом глубинном народе, то есть это на самом деле в основном телезрители, то их образ и авторитет Путина создают телевизором. А там этого ничего нет. Там этого просто нет. Там нет, ведь, вы понимаете, не случайно наверняка ваша аудитория вся смотрела этот, ну или многие смотрели этот ролик Делимханова, в котором он, значит, переведенный на чеченском, переведенный на русский язык, он обещает отрезать головы не только, значит, семье вот этого судьи, которого буквально, по-моему, сегодня лишили судейской неприкосновенности, но он обещает отрезать головы тем, кто переведет это обращение на русский язык. Он обещает отрезать головы, кто переведет это обращение на русский язык. Почему? Ответ очень простой. Потому что он пытается тем самым ограничить распространение этого на русскую аудиторию, в том числе для того, чтобы не создать вот этот эффект, о котором вы только что сказали. Чтобы не возникла ситуация такая, что Путин боится и так далее. Ему это не надо. У него задача есть конкретная. У него задача, поскольку он является, кстати говоря, тут очень важная история, это феодальный принцип, который нами усвоен еще со школьных времен, вассал моего вассала, не мой вассал. И вот, значит, Делимханов это вассал Кадырова, но он не вассал Путина. Это тоже еще одна важная история. Они все не являются вассалами Путина, это все вассалы Кадырова. Они ориентируются на него. Вся эта гвардия, они ориентируются на Кадырова, но не на Путина. Но, тем не менее, выполняя заказ Кадырова, он хочет, чтобы его услышала только чеченская аудитория. Значит, поэтому он угрожает тем, кто переведет на русский язык, угрожает отрезанием головы. Понятно, что, несмотря на это, все было переведено, русская аудитория услышала, но услышала ограниченную часть аудитории, которая пользуется интернетом. Глубинный народ, который больше всего интересует Путина, и падение рейтинга, внутри которого Путина волнует, он этого ничего не знает. На федеральных каналах этого нет. Ни один федеральный канал эту историю не распространил. Ни один. Мы не слышим ни от Соловьева, ни от... Вот я сегодня... Ну, у меня работа такая. Я сегодня, значит, от и до прослушал 60 минут очередные со Скобеева. В медиакритике. Сочувствую. Да, согласен, да. Но кто-то должен это знать, потому что это то, что завтра, вернее сегодня уже, находится в головах миллионов россиян. То есть, я исследую то, ту отраву, тот яд, который вкладывается в головы россиян. Так вот, я хочу вам сказать, что ни вчера, ни сегодня на федеральных каналах не было вот того, что мы сейчас обсуждаем. Поэтому рейтингу Путина в этом смысле ничего не грозит. Потому что мы с вами, те люди, которые смотрят все это и анализируют, мы с вами и без того, значит, не воспринимали Путина как что-то достойное. А те люди, которые воспринимают, они вот этих фактов не узнают. Они не узнают того, что Путин на самом деле не является фактически начальником. Потому что, ну, реально, Кадыров является единственным человеком в российской власти, которого Путин не может уволить. Всех остальных он может уволить своим приказом, своим указом, любого. Ну, в том числе, несмотря на там формальную неподотчетность депутатов, может, так сказать, просто ликвидировать любого депутата. Просто своим указом сказать, чтобы его лишили депутатских полномочий. Это совершенно простая история. Но уж не говоря о главах субъектах федерации, министрах и так далее. Любого он может уволить. Кадырова он уволить не может. По очень простой причине. Потому что Кадыров это сиамский близнец Путина. Они родом из Чеченской войны и уничтожая, если он захочет уволить Кадырова, то разрушится весь вот этот вот противоестественный, противоречащий всей природе чеченского народа режим, который завязан на Кадырова. И трещина пойдет по всему Северному Кавказу, от нее и по России. Поэтому Путин не может. Ну как? Как сиамский близнец может уничтожить один другого, не убив себя? А это именно так устроено. Вот путинская власть, путинский режим, вышедший из Второй Чеченской войны, он устроен именно таким образом, что Кадыров является сиамским близнецом Путина. Именно поэтому Путин платит такую чудовищную дань, именно поэтому Чечня сегодня получает 85% дотации из федерального бюджета, именно поэтому Кадыров может все что угодно, и Путин никогда за все время, пока Кадыров у власти, Путин ни разу его не одернул, ни разу и не одернет. Именно поэтому Кадыров может все что угодно. Да, они скорее всего, они встречались сегодня, они скорее всего как-то договаривались спокойно, как сиамские близнецы договаривались. Вот это моя миска, это твоя. Значит, вот это та территория и те люди, которым Кадыров может отрезать головы. А это та территория, в которой, значит, Путин и те люди, которых Путин может травить новичком. Вот они договорились о том, как они делят Россию. Вот это выглядит именно так. Ничего другого у нас сегодня, ну у нас еще там Лукашенко есть, который тоже может на территории России делать все что угодно, как известно. Вот, поэтому тут вот у нас такая вот своеобразная страна построена, которая находится одновременно и под властью Кадыровой, под властью Путина и под властью Лукашенко. И здесь сложное феодальное переплетение, ну как было, собственно, при феодализме, когда, в общем, далеко не всегда король был самым главным феодалом. Да, как говорили в средневековой Франции, король лишь первый среди ровных. Это да. А иногда бывали соглашения, короли в плен захватывали, всякое бывало. Вот, ну, это, скажем так, возможное будущее, пока оно не очень просматривается. Понятно. Игорь Александрович, спасибо вам огромное за интереснейшую беседу. Друзья, я напоминаю, вы слышали точку зрения российского политика, журналиста, социолога Игоря Александровича Яковленко. Ну, я также напоминаю, выводы делать только вам. Подписывайтесь на канал «Герошворд». До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok